Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я хотел бы осветить тему проблем в США. Мне часто пишут вопросы на почту, мне иногда пишут в комментариях на эту тему и спрашивают, Саргас, связаны ли протесты в США с темной магией? И, признаться, некоторые конспирологи даже пишут, что, мол, черные маги связаны с этим, потому что речь идет о черных. Это же движение черных, значит и черные маги там участвуют. Это работает немного не так. Давайте не будем уподобляться тем людям, которые говорят, что вот на рулетке сколько-то там чисел, и у них в программе сколько-то там чисел, значит они связаны с сатаной. Нет, если человека, согласно его расе, называют черным, это не значит, что на другом конце планеты черный будет означать то же самое. У нас слово черный, как правило, имеет негативный оттенок, поэтому людей обычно, людей негроидной расы обычно называют неграми. В США это неприемлемо, так как это похоже на слово нигер, которое там вообще произносить нельзя, и тебя сразу засудят хорошо, что я сейчас не в США. На самом деле, впервые за долгие годы я реально рад, что не в США, потому что происходящее там, признаться, несколько напрягает. Изначально у меня была определенная позиция по этому поводу, ей я с вами и поделюсь, но сейчас там все настолько усложнилось, что относительно текущей ситуации мне, признаться, судить сложно. Я не политолог, я никогда не был в США, и несмотря на то, что многие мои знакомые и некоторые ученики живут в Америке, все-таки полную картину, не будучи погруженным в эту политическую систему, составить сложно. Но объясню свою позицию, как я это воспринимаю. Погиб чернокожий мужчина, его, судя по всему, по неосторожности, ну скорее по тупости убил полицейский, и когда я об этом узнал, я просто ужаснулся. То есть это реально ужасно, это реально плохо, и с таким нужно бороться. В России, к сожалению, такое происходит, ну чуть ли не каждый день, и это не вызывает никакого общественного резонанса. Все знают, что, мягко говоря, наши правоохранительные органы иногда чуточку перегибают палку. Когда я получу вид на жительство Евросоюза, я подробнее об этом расскажу. Пока скажем чуточку. Так вот, дело в том, что, когда я об этом узнал, я реально, как уже сказал, ужаснулся, и я считал это просто ужасным, неприемлемым. Но когда я узнал, что убитый мужчина был пять раз судим, и последний раз его судили за то, что он грабил беременную женщину, приставив заряженный пистолет к ее животу, мой праведный гнев слегка поутих. Но, тем не менее, я не считаю, что человека можно просто так убивать. Возможно, его стоит более строго судить. Возможно, к нему должен строже относиться закон. Но выволакивать из машины человека средь бела дня и убивать на глазах людей, или, неважно, пусть его убили бы в участке, это все равно неприемлемо. Это никак не связано с нормами современного общества. Поэтому, кем бы он ни был, его должны были судить. Его должны были судить, и суд должен решать, как с ним поступить в дальнейшем. Поэтому, в этом плане, я на стороне протестующих. Всем известно о проблемах с полицией в США, когда полицейский относится к чернокожим с презумпцией виновности, когда полицейский может застрелить человека по любому подозрению. У нас с этим, на самом деле, мягче. У нас есть проблемы в других областях, но, по крайней мере, вас вряд ли застрелят вот просто на улице росгвардейцы. Хотя, ладно, об этом всем позже. Об этом всем в следующих видео из другой страны. Даже если вы никогда там не были, я уверен, вы слышали о нескольких случаях превышения, скажем так, пределов не то, что самообороны, превышения должностных полномочий со стороны полицейских. И я считаю это плохо. И то, что люди вышли на улицу, это, ну, нормально. Я не знаю, стоит ли игра свеч, скажем так, то есть изменится ли что-то. Ну, наверняка изменится. Однако, меня несколько смутил такой диссонанс. То есть, протестующие выступают за то, чтобы полицейские относились к чернокожим, и вообще власть, чиновники относились к чернокожим не хуже, чем к белым. И во многих штатах США, я знаю, это реально до сих пор проблема. Хотя, на бытовом уровне, как правило, на данный момент уже царит обратный расизм. Я не знаю, правильно ли я произнес этот термин, возможно, как-то по-другому он называется. Но суть в том, что притесняемая часть общества начинает притеснять тех, кто притеснял их раньше. Ну, грубо говоря, чернокожие притесняют белых. Это, кстати, на бытовом уровне там хорошо прослеживается. То есть, если вы белый и придете на почту, вас встретит чернокожая женщина, то обслужит вас, скорее всего, как на почте России, потому что вы белый. Но тема обратного расизма нигде не рассматривается, никем, никогда, почему-то. Но я думаю, это будет лет через 15-20, когда общество, наконец, дойдет. Но на данный момент имеет место все-таки какой-то расизм определенный. То есть, чернокожим реально сложнее устроиться на работу. В некоторых штатах к чернокожим более негативное отношение со стороны властей практически по всей Америке, насколько я знаю, со слов своих друзей и знакомых, и учеников, которым у меня нет повода не доверять. И то, что люди вышли на улицу, на мой взгляд, нормально. Это адекватная реакция общества на проблемы правосудия, проблемы судебной системы, проблемы общества. Но есть такой маленький нюанс. Меня смущает следующий диссонанс. Общество протестует и выступает за то, чтобы к чернокожим не применялась презумпция виновности. И чернокожие идут грабить магазины. Там были и белые, белых было немало. Но, но, на мой взгляд, подобное движение должно, наоборот, максимально абстрагироваться от противозаконных действий. Ну, жечь машины полиции, ну, не знаю, честно говоря, нормально ли это. Я бы не стал, честно говоря, жечь полицейскую машину и причинять какой-то вред полицейским. Но выражать какие-то протесты, бунтовать мирно, чтобы мирные граждане и те, кто в этом не замешан, никак от этого не страдали. Я считаю, это нормально. Но грабят магазины, сжигают машины, машины обычных людей. Грабят магазины чернокожих. Посмотрите видео в интернете, там полно таких случаев. И это странно. То есть, на мой взгляд, такое движение должно максимально абстрагироваться от всего этого. То есть, мы бунтуем, но мы не преступники. Они заявляют, что мы не преступники и при этом провоцируют грабежи, насилие. И, на мой взгляд, это несколько неправильная позиция. Может быть, в связи с этим государство начнет какую-то полицейскую реформу, начнет что-то менять. Но отношение обычных граждан к этому движению, на мой взгляд, начнет резко ухудшаться. Потому как одно дело, когда вы сидите, смотрите телевизор и там чью-то машину сожгли. И вы, ну, я за это, я поддерживаю. А потом вашу машину сожгли, которая не была застрахована, которую вы купили в кредит. Конечно, сейчас набегут люди в комментариях, которые скажут, да нет, машины надо страховать, они дураки, в США все застраховано. У меня вот машину по каске не застраховали просто потому, что у меня дупликат ПТС. Хотя никаких проблем нет, в ГАИ все нормально. Но мне отказались страховать машину. И я бы был очень не рад, если бы мою машину сожгли, если бы мне окна побили. Поэтому, на мой взгляд, это идет все не в то русло. То, что сейчас сносят памятники политическим деятелям, даже тем, кто сражался за свободу чернокожих, это я вообще никак прокомментировать не могу. Я это не понимаю, я это не признаю какой-то адекватной акцией. Это уже просто анархия, я не знаю. Это не нормально, я против всего этого. Честно говоря, все это уже попахивает тем, что кто-то хочет показать, что сейчас будет сильная рука, всех прижмет к ногтю и закрутят гайки еще больше. Поэтому, ну, странная ситуация. Меня просили, чтобы я выразил свое мнение и в основном меня спрашивали, связано ли это с темной магией. Нет, не связано, с магией это вообще не связано. Но я думаю, кому-то будет интересно мое отношение к данной ситуации и в целом отношение негативное. Вообще достаточно странные сейчас тенденции в европейском, в американском обществе, которые я в основном не поддерживаю. То есть идеи и начинание может быть неплохое, но реализация хуже, чем у нас, серьезно. Ну что ж, надеюсь, что вас подобные проблемы не постигнут, что вы всего этого избежите и что это пройдет как-то мимо вас. А, надеюсь, никто не пострадает в процессе, потому что, ну, многие живут за рубежом, мои знакомые, и это может их коснуться напрямую. Благодарю за внимание, с вами был Sargas. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok